Всем тихой ночи! Это снова видео про мир самосбора. Кто не знает о чем речь, ссылка на вводное видео есть в описании. В условиях реальности бесконечной хрущевки самосбора довольно сложно сохранить здравый рассудок, и многие люди сходят с ума и сбиваются в секты, в которых бывают самые причудливые представления и картины мира. Во время путешествия по нескончаемым коридорам и комнатам Гига Хруща можно наткнуться на интересные узоры на стенах. Если начать вглядываться в них, сразу станет понятно, что это не просто старые обои или ковры с причудливым узором. Это рисунки, которые искажают и искривляют само пространство. Рисунки, которые попросту невозможно нарисовать. Если путник встретил что-то подобное, это значит лишь то, что он зашел на территорию сектантов бетонного рота. При этом это не какая-то конкретная секта, а куча мелких групп, которые в некоторой степени смогли познать саму суть Гига Хруща. Группы эти на основе своих озарений придумали несколько учений, смысл которых в том, чтобы, используя странные ритуалы и изображения, подчинять себе реальность самосбора. И лепить из бетонной арматуры самые немыслимые формы. Собирательно эти группы называются бетоноворотом. И само явление, называемое так, присутствует во всех вариациях учения этих людей. Бетоноворота поклоняются, на него медитируют и символически изображают в виде спирали, которую культисты наносят куда можно и нельзя. Объяснить, что это такое, никто внятно не может. Говорят лишь, что это существующее вне времени и пространства событие, которое является началом и смыслом самосбора, а также одновременно его концом. Ну а еще и всеми возможными изменениями Гига Хруща. Бетоноворот представляется некой цепной реакцией. И адепты верят, что он должен закончиться катарсисом. Событием, которое положит конец существованию Хруща и мучениям всех его обитателей. В общем, ребята ждут местного конца света. Вернее, не ждут и готовятся. Ликвидаторы, как правило, называют сектантов воротниками и стараются уничтожить их группы на месте при обнаружении. Потому что считается, что их деятельность представляет опасность для самой реальности самосбора. Что не лишено оснований, потому что в местах активности таких групп время от времени происходят дикие искажения времени и пространства, нередко приводящие к большим жертвам. Работники некоторых НИИ напротив пытаются изучать эти культы. Они считают, что в основе их ритуалов лежит некая особая четырехмерная геометрия, научившись работать с которой культисты приобретают свои силы. Однако повторить что-то подобное сотрудники НИИ так и не могут. Как они не стараются копировать узоры воротников, ничего у них не выходит. Также ученые активно изучают вещество, известное как изобетон, которое сектанты активно применяют в своих ритуалах. Его свойства и возможности также не поддаются осмыслению. Известно лишь, что оно способно поглощать органику, и что сами сектанты вводят его в свои тела в небольших количествах. Возможно стать истинным поклонником бетона ворота можно только если правильным образом ввести изобетон в свое тело. И секрет этого действия адепты охраняют особенно тщательно. Зато хрущие ученые выяснили, что существует три основных течения этой секты. Первое это бетонопомазание вихря. О них известно очень мало, потому что они вскрываются в незаселенных участках бесконечного строения, защищая свое убежище невообразимыми искажениями пространства. Потому ликвидаторы их практически не встречают. Известны прежде всего тем, что практикуют свои ритуалы по книге под названием «Скрижали и твердыни» и в целом спокойно ожидают события, которые называют катарсисом. Вторые это сторонники схизма Николая. Они любят делать себе робы из рубероида, и с ними жители большинства блоков гигахруща знакомы не понаслышке. Они, как правило, пытаются везде насадить свои порядки, устраивая бунты против хрущей партии. Вместо партийных боссов они предлагают подчиняться некой таинственной религиозной фигуре, которой оказался обезумевший ученый доктор Рогачев. Доктор этот печально известен тем, что приспособил силы бетонного рота для оживления трупов и превращения их в умерзительные фигуры из бетона и плоти, которые наводят ужас на всех, кто отказывается ему подчиняться. Рогачев презирает обычных людей, называя их пустыми, поэтому не считается жертвами во время своих опустошительных набегов на жилые сектора. В общем, страшные ребята. Ну а третье течение называется Вольтур. Они, так же как и бетонопомазанники, хотят достичь катарсиса, однако считают, что просто сидеть и ждать его бесполезно. Для достижения его нужно найти определенное место под названием Увитоя твердь. Об этих ребятах известно еще меньше, чем о первых, потому что в своих поисках они забираются так далеко в глубины гигахруща, как никто другой. Отдаленно похоже на сектантов бетонного рота чернобожники. Эти ребята также, по сути, поклоняются самосбору как таковому и ждут некой финальной точки бытия гигахруща. Их лидером является загадочный Чернобог, который, как оказалось, тоже является поехавшим сотрудником местного НИИ Слизи по фамилии Ключин. Этот человек посвятил немало времени изучению слизи самосбора, и даже сам какое-то время был лидером команды ликвидаторов. Однако жизнь в таком качестве Ключина не устроила, и как-то раз он объявил себя хруще божеством Чернобогом. Теперь его адепты проникают во все сообщества людей, живущие в бетонной ловушке, и проповедуют там его слово. Адептом Чернобога может оказаться любой человек. Случайный бродяга, примерный работник местного завода гермодверей, торговец всяким барахлом. Буквально любой встреченный человек может внезапно начать рассказывать вам о том, как замечательно поклонение Чернобогу, временами переходя на неизвестные древние языки. Поначалу они могут показаться вполне милыми и интересными ребятами, но чем больше общаешься с ними, тем агрессивнее продвигают они свои идеи. Агрессивная навязчивость – это вообще отличительная черта этой секты, а их цели всегда деструктивны, ведь их коварные планы всегда включают в себя кровавые жертвоприношения и мрачные ритуалы, и чаще всего своими сладкими речами они выискивают жертву для них. Кроме того, чернобожники любят взаимодействовать с самосборной слизью, отчего иногда у них отрастают чупальцы или лишние глаза, а иногда они превращаются в уродливых мутантов целиком, а то и вообще перерождаются в полноценное существо самосбора. Такие, в том случае, если им удается сохранить хотя бы часть рассудка, становятся почитаемыми фигурами уместных сектантов. Но как же тогда люди становятся чернобожниками, если все, кого они вербуют, по сути идут на жертвоприношение? Говорят, что когда человек живет бессмысленную жизнь, работая в цеху, где куются бесконечные детали для гермодверей или датчиков самосбора, а то и вообще изделия ГШПШ, которые идут неизвестно куда, получая за это лишь талоны на пищемассу. В какой-то момент сама сущность Гига Хруща начинает проникать в его разум, понемногу вытесняя все человеческое. Так проходит смена за сменой, цикл за циклом, страх и ужас перед непознанным, по капле проникают в череп, и вот перед нами уже не человек, а настоящий чернобожник. Говорят, что к такому является лично ключен и посвящает в свои мрачные тайны, показывая истинную суть вещей. Конечно же, в виде рассвет деструктивных культов руководство наверху решило, что необходимо наладить производство собственной духовной пищи, и ввело культ Гига Хрущева и Мега Сталина. Каждому жителю известно, что на каком-то из достаточно высоких уровней Гига Хруща заседает мудрая партия, во главе которой стоит бессмертный генсек. Древние тексты, написанные много циклов назад, говорят, что великолепие генсека настолько невыразимо прекрасно, что если его увидит человек, не состоящий в партии, он просто сойдет с ума от восторга, и только умудренные опытом бюрократы могут хоть как-то с ним взаимодействовать. Потому, кроме нескольких партийных боссов, его никто не может встретить. При этом сам Гига Хрущев знает обо всем, что происходит в Гига Хруще, даже если ему не докладывают, а потому всегда видит и понимает, что нужно каждому жителю. Он является источником изобилия карточек и талонов, а также пищевого концентрата, всех цветов и видов. То есть, в общем-то, всего хорошего, что есть в этой реальности. Говорят, что и самосбор тоже начинается только по его команде, потому тот, кто достаточно лоялен партии, никогда от него и не пострадает. А вот противоположностью ему является Мега Сталин. Легенды из пожелтевших папок говорят, что его Гига Хрущев низверг в Нижний мир, известный также как Гулагиум, где вечно страдают те, кто нарушает правила общежития в Гига Хрущевке. Там страдающих каждый день расстреливают, а еще все постоянно пишут друг на друга доносы. В общем, жизнь там намного хуже, чем в самых нищих блоках Хруща. И чтобы туда не попасть, нужно во всем поддерживать партию и каждый день мысленно отправлять доклады Генсеку. Достаточно сложно понять, насколько все это помогает не сойти с ума, ну и вообще в борьбе с сектами. Но кто же будет сомневаться в мудрости выбранного партии пути? Всем пока!